Это четвёртое видео из курса английской грамматики Grammar Show. К этому видео предлагается тест для запоминания темы, а также одно бесплатное занятие в нашей школе английского языка English Show. Проходи по ссылкам в описании и регистрируйся на первый бесплатный урок. Итак, говорим о принадлежности, дорогие друзья. Как выразить принадлежность, что что-то принадлежит кому-то, либо принадлежит вам. Но для начала новые слова. A driver – водитель. Драйверс, догадайтесь, водители. An uncle – дядя. Uncles – дядя. Помните, такой был кетчуп? Uncle Ben's. Uncle Ben's – неизменно превосходный результат. Я в своём детстве столько раз видел эту рекламу. An aunt – как мы уже говорили. Тётя. Unns – тёти. A parent – родитель. Один родитель. Parents – родители. A hand – рука. Hands – руки. An arm – это вот эта часть руки, которой вы обнимаете других. Ну, или которую качаете в тренаженном зале. Arms – руки. A job – работа. Jobs. Фамилия основателя Apple. I've got time. Ну, или работы. To wash – это что-либо мыть. Например, wash your hands – мыть ваши руки. Итак, теперь о принадлежности. Поговорили о новых словах, запомнили их. Ещё раз применим во время урока. Не сомневайтесь. Для чего нужна принадлежность? Она используется, чтобы показать, что кому что принадлежит. Например, It is my book. Это моя книга. То есть, принадлежность показывает, как связаны люди и предметы. Или показать, что кому принадлежит. Например, если говорить о людях и предметах, как они связаны. Если вы скажете He is my uncle. Он мой дядя. Это будет означать, что вы показываете, какая между вами связь родственная. Первый способ выразить принадлежность – это ещё одна группа местоимений. Притяжательные местоимения. Прямо само название за себя говорит. Притяжать что-то. Вот что-то показывает, что оно твоё. Притяжательная группа показывает, что кому принадлежит. Это моя книга. Моя книга старая. Это мы. Это наш или наше, принадлежащее нам. Это наша книга. Наша книга новая. И Адам Ламберт в своей песне, как раз он употребляет это местоимение. Он говорит If I had my way, we'd never close our eyes. И повторяет Our eyes. Что означает Будь моя воля, мы никогда бы не закрывали наши глаза. Our eyes. You – ты или вы. Your – твоё или ваше. It is your book. Your book is interesting. Это твоя или, опять же, ваша книга. Ваша книга интересная. He – он. His – его. It is his book. His book is cheap. Это его книга. Его книга дешманская. She – она. Her – её. It is her book. Her book is pink. Её книга розовая. They – они. Their – их. It is their book. Their book is expensive. Это их книга. Их книга дорогая. Певица Сия поёт Что значит Большие девочки плачут, когда у них разбито сердце. Также у нас есть местоимение личное. It. Принадлежность у него It's. Например, когда что-то принадлежит недушевлённому предмету или животному, как мы говорили. Например, я хочу сказать Ноги лошади. Например, Вот. Могу так сказать, что никто не запретит. It is its apple. Its apple is tasty. Это его или её яблоко, то есть какого-то животного. Например, кролик. Мы говорим о кролике. И мы говорим It is its apple. Это его. Давайте теперь с вами обсудим несколько предложений, в каждом из которых мы встретим разные притяжательные местоимения. Помните мультик «Вверх»? Я его очень люблю. И там старичок так сильно любил свой дом, так к нему прилип, что даже улетел просто вместе с домом на шариках. Он очень сильно любил свой дом. I like my house. We like our house. Мы любим наш дом. You like your house. Ты любишь твой дом, либо вы любите свой дом. He likes his house. Он любит его дом. Или на русский мы, естественно, перейдём «он любит свой дом». She likes her house. Она любит её дом. Или опять же на русский мы переведём «она любит свой дом». They like their house. Они любят их дом. Или мы переведём на русский «они любят свой дом». И the cat likes its house. Этот кот любит свой дом. Здесь мы видим cat и у него принадлежность its. Будьте внимательны, дорогие друзья. Мы не ставим артикль перед существительными, если перед ним стоит притяжательное местоимение. Например, мы не скажем We like our house. Такого не будет. Или, например, опять же, в обратную сторону. We like our house. Так не делаем. Итак, мы поговорили с вами о первом способе, как показать принадлежность или связь предметов или людей друг с другом. Это притяжательное местоимение. My, your, our, their, his, her и its. Второй способ – это апостроф «с». Апостроф, если вы знаете, такая верхняя запятая, плюс «с». People's cars. Машины людей. Мы прибавили к people апостроф «с». That's tooth. Папин зуб. Вот этот вот апостроф «с» заметили, да? Он при переводе, как наша русская папин, мамин и так далее. Вот это апостроф «с» при переводе на русский язык. John's sister. Сестра Джона. Jazz's cop. Чашка Jazz. Mother's dress. Платье мамы. Или мамина платье. Или как, например, поет Джеймс Браун в своей песне This is a man's world. Это мужской мир. Или можно еще перевести «Этот мир был создан мужчиной». Здесь man и апостроф «с». Дорогие друзья, бывают такие случаи, когда существительное уже стоит во множественном числе. То есть, вот чего-то несколько. И, соответственно, у него на конце окончание «с». В этих случаях мы прибавляем только апостроф. То есть, дополнительное «с» не нужна. Boys bikes. Велосипеды мальчиков. Girls parents. Родители девочек. Но если вы хотите узнать, кому же принадлежит что-то или кто-то, для этого используется вопросительное слово whose. Переводится «чей». Как поется в следующей песне. Скажи мне, на чьей ты стороне? Чья сторона, на которой ты дословно? Чьи – это дома? This is her house. Это ее дом. These are her houses. Эти дома. Ее несколько, то есть. This is a Helen's house. Мы видим апостроф «с». Это дом Элен. These are Helen's houses. Эти дома принадлежат Хелен. Будьте внимательны, дорогие друзья, потому что глагол «to be» в английском языке, как мы уже с вами говорили, тоже сокращается до апостроф «с». То есть у него вот это вот «is», «he is», «she is», «it is». Оно же тоже сокращается до апостроф «с». Поэтому пройдите, пожалуйста, тест, который здесь, под этим уроком, и там будет одно из заданий. Вам нужно будет решить, здесь идет апостроф «с» как принадлежность или здесь сокращается глагол «be». Это немножечко так tricky, на этом можно попасться, поэтому обязательно проходите тест, который под этим видео. А мы с вами, дорогие друзья, сейчас будем говорить об указательных местоимениях. Поэтому я сижу у вас и терпеливо жду здесь, пока вы пройдете тест. Дорогие друзья, указательные местоимения ждут нас. Я супермен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!